Всем привет! Менеджер ММА Саят Абдурахманов в своем инстаграме опубликовал пост, где сообщил, что российский боец ММА Хадис Ибрагимов подписал контракт с UFC на 4 поединка. Ибрагима является чемпионом Европы по боевому самбо, а на чемпионате России по боевому самбо в 2016 году он сенсационно победил нокаутом бойца UFC Султана Алиева, но в финале потерпел поражение. Также он владел поясом M1 Global полутяжелым весом. Статистика в ММА 8 побед и ни одного поражения. Как вам такое подписание? Напишите в комментариях. Бывший чемпион белатора в среднем весе Александр Шлеменко сообщил о том, что сейчас его агенты ведут переговоры с UFC, куда сам Александр всегда хотел попасть. Он и сейчас не скрывает, что его переход туда и завоевание пояса является основной его целью. Я знаю, что многие этого ждут. Я и сам этого жду, когда перейду в UFC, сказала Александра. Но это зависит не только от меня. Если быть честным, то сейчас неподходящий момент для моего перехода в UFC. Потому что условия, скорее всего, будут не очень хорошими для меня. А для меня это немаловажно. Нужно выправить ситуацию, красиво победить пару боев и пробудить к себе интерес. А моя цель попасть в UFC и забрать там пояс. Я иду к ней и у меня нет права на ошибку. Вот такое заявление сделал Александр Шлеменко. Что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. В каком весе мог бы выступать Александр в UFC. Также мои друзья 1x специально для моих подписчиков сделали бонус для новых пользователей до 100% по промокоду Нокаут. И ты знаешь, куда его водить. Михаил Коколяев рассказал о своей цели на бой с Александром Емельяненко. Многие мне пишут, попробую простоять хотя бы 3 раунда с КМС по боксу, заявил Михаил. Ну простою я, получу и в чем смысл? Люди думают, что это выбьет из меня желание или еще что-то. Просто в этот бой я вкладываю иной смысл, чем кто-либо думает. Кому-то кажется, что я пытаюсь получить пиар и хайпануть. Все это для меня не на самом главном месте в этом проекте. На нашей пресс-конференции я скажу все, что думаю по этому поводу. Как вы думаете, есть ли шансы у Коколяева против Емельяненко или нет? А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр.